На телеканале Россия 1 главные вести Карачаева Черкесия мы работаем в прямом эфире с вами Руслан Коркмазов добрый вечер принципиально требовательно к себе другим она внесла большой вклад в развитие тележурналистики Карачаева Черкесии она посвятила себя этой профессии двигала ее вперед это Светлана Борисовна Шендрик Переславцева отличник телевидения радиовещания советского союза заслуженный журналист Карачаева Черкесии член союза писателей профессионал с большой буквы в девяносто третьем году Светлана Борисовна стояла у истоков создания студии телевидения ГТРК Карачаева Черкесия сегодня ее проводили в последний путь прощание состоялась уставший для нее родной студии телевидения Альбина Ламкова продолжить тему вы уже в какой-то степени ответили на вопрос о том чем над чем вы сейчас работаете я понимаю так что фестиваль вам подбросил забот но мне бы хотелось чтобы вы сказали а в творческом отношении что вы сейчас делаете что мы читатели ваши будем вскоре читать то что Светлана Шендрик Переславцева будет журналистом она знала 6 класса так оно и произошло родилась она в Амурской области 14 февраля в день всех влюбленных в семье офицера читать она училась 4 лет и когда исполнилось 6 пошла в школу в Хабаровске профессию журналиста получила в дальневосточном госуниверситете затем трудилась в хабаровском комитете по телевидению и радиовещанию интересным периодом своей творческой биографии Светлана Борисовна считала работу на сахалинском телевидении а на Кавказе Светлана Шендрик Переславцева живет и работает с 1986 года сначала была корреспондентом Ставропольского краевого радио и пятигорской студии телевидения а через несколько лет активно участвовал в создании телевизионного вещания корчаева черкесии как главный редактор она подбирала и обучала творческую молодежь для телевизионной работы выстраивала концепцию вещания эти годы вместили немало событий в жизни журналиста когда мужа военного юриста перевели на бам Светлане Борисовне пришлось на время работать в газете позже в черкесии в течение семи лет руководила коллективом фирмы экран но снова вернулась на ГТРК корчаева черкесия где до последнего дня трудилась большой отдачи проститься со Светланой Борисовной шендрик переславцевой пришли представители власти родные близкие коллеги друзья и ученики церемония проходила ставшей для нее родной студии ГТРК корчаева черкесия выразил слова соболезнования и глава корчаева черкесии рашид темрезов светлая память о журналисте светлане шендрик переславцевой не навсегда останется в памяти родных коллег и телезрителей скорбим вместе с вами рашид темрезов большую часть трудовой деятельности Светлана Борисовна посвятила служению карачаев черкесской республики вся ее жизнь была связана с телевидением которому она отдала более 50 лет многие обязаны светланы Борисовне тем что она привела их в профессию обучала и ставила перед ними большие амбициозные задачи она ценила каждого но и требования предъявляла строгие в первую очередь к себе этому надо было соответствовать говорили на траурном собрании последний путь ее провожали словами глубокой признательности выражали безграничное уважение за ее творческую работу Светлану Борисовну в принципе я знал почти 30 лет с того момента как она появилась собственным корреспондентом Ставропольского краевого радио и ее судьбу можно твердо сравнить после того как уже она стояла у истоков телевещания по карачаево-черкесии с учителем с педагогом надо сказать что Светлана Борисовна была не только профессионалом в своем деле но и самой доброй и мудрой женой мамой она воспитала двоих сыновей это событие стало тяжелым испытанием для родных голове этого еще нет нет понимания она будет позже и наверное будет больнее чем сейчас спасибо она была очень чуткой она всегда могла прийти на помощь любую секунду и всегда была очень мудрой мамой она прекрасно была очень опытным по жизни человеком могла оградить от каких-то сложностей и трудности в жизни вот ну к сожалению вот так вот приходится расставаться неожиданно очень и я себя сейчас чувствую опустошенным Светлана Борисовна ушла из жизни в 73 в последние годы основной темой ее телепередачи были люди искусства у Светланы Борисовны был потрясающий дар общения с людьми она всегда шла на глубокое расследование обстоятельств каждое ее интервью было проработано до мельчайших подробностей невероятный интерес к собеседнику не показной настоящий и огромное желание создать очередной шедевр ее работы были отмечены высокими наградами на различных фестивалях и конкурсах за многолетнюю работу достойной высшей награды республики за заслуги перед корчаева черкесии но главное остается благодарность зрителей с помощью светланы шендрик переславцевой узнавали о заслуженных людях самых различных профессий обычаях и традициях народа в республике теперь ее телепередачи будут золотым фондом гтрк корчаева черкесия за свою жизнь светлана борисовна шендрик переславцева сделал многое своей работе что даже не верится что этих лет могло на все хватить но все же остались незавершенные проекты это документальный фильм о петрусеевич и посвященный столетию нашей республики журналистика это очень хорошая профессия потому что она дает радость общения радость маленьких побед радость успеха и радость открытия новых людей альбина ламкова рассуд бердиев вести карачаева черкесия весь из оперштаба сегодня в карачаева черкесии выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекции с начала пандемии общее количество заболевших в республике составила 19 тысяч 471 человек из них 18 тысяч 64 выздоровели 130 сейчас госпитализированы мчс информирует сегодня и завтра в горах карачаева черкесии лавина опасна на сейчас время прогноза погоды на завтра после мы продолжим выпуск в карачаево черкесии облачно с прояснениями ночью в горах мокрый снег днем также осадки ветер западные 6 11 метров в секунду днем в горах порывы до 15 20 температура ночи минус 4 плюс 1 в горах до 10 градусов мороза днем минус 2 плюс 3 местами до плюс восьми в черкеске ночью без существенных осадков днем дождь ветер западные 6 11 метров в секунду температура ночи минус 1 плюс 1 днем 4 6 градусов тепла в жизни бывает так непросто встретить несокрушимого и непробиваемого человека каменную стену человека глыбу зато встретить банк за которым чувствуешь себя как за каменной стеной легко по избе банк сильных людей это главная вести республики мы работаем в прямом эфире в год восстания декабриста в санкт-петербурге на месте будущего черкеска было решено построить первое здание исторические страницы республиканской столицы открывать шерифат липшокова 200 лет назад на месте этого сквера была пустошь первые поселенца это были хаперский и кубанские казаки появились здесь после 1825 года а за 35 лет до основания станицы в этих местах была одержана победа над армией турецкого военачальника батал паши редкий случай когда новый населенный пункт был назван в честь побежденного краевед андрей печенкин не один год занимается историей родного города позади огромная работа по сбору материала в архивах черкеска ставрополя астрахани наряду с обнаружением ранее неизвестных фактов его память хранит и личные воспоминания это рассказы деда по кладе жизни казаков станицы баталпашинской по давней традиции обживаясь на новом месте люди в первую очередь строили храм казаки не стали исключением поэтому первым зданием будущего черкеска стал наспех срубленный небольшой молитвенный дом в котором жил священник орнелий мышляев прибывшие вместе с казаками из станицы воровской леской нынешнего ставропольского края там же на месте современного центрального парка в 1843 году появилась первая деревянная церковь покровская после строительства в 901 году николаевского собора прежний храм был разобран и перенесен на другое место он по сей день стоит на проспекте ленина в районе комсомольца а тогда со строительством первого храма появилась и ограда на почитаемом станичниками месте были захоронены видные деятели того времени андрей печенкин выяснил их было 27 человек многим известно что пристав карачае николай петрусевич был похоронен в восточной части нынешнего парка но свой последний приют здесь нашли еще четыре генерала это иван фисенко на стандартин никитин статский советник григорий громов почетный гражданин баталпашинской диакона андрей школьников в 1864 году ставший начальником станицы полковник алексей даркин через сто лет его имение вместе с хутором бочаровым будет преобразована село николаевское почему я занялся этим вопросом мои предки по материнской линии также проживали здесь в то время в станице баталпашинска они знали друг друга тем более казачьи семьи они общались и когда в 1980 году вот на этом месте где находится вот это небольшое сооружение это был пульт управления цветомузыкальной установки для тогда строящего фонтана 1980 год были скрыты два склепа я стал очевидцем будучи подростком десятилетним очевидцем этого факта стал конечно тогда этот вопрос был закрыт но мой дед еще будучи живой конечно он это все знал он не перечислял фактически все фамилии которые здесь были погребены в ограде собора рассказал краевед еще об одном из основателей города мировом судье иване кравцове который много занимался общественной деятельностью в 1964 году его имение кравцовская а также хуторы притулинский и уклевинске преобразуют село холодно-родниковская андреем печенкиным был найден и уникальный документ поименно список похороненных в станице баталпашинской на имя великого князя николая михайловича дяди императора николая второго высокий сановник был председателем исторического общества документ был предоставлен ему для работы можно сказать что отсюда был дал был был дан отчет строительству нашему городу более того его можно назвать наш парк сердцем нашего города то есть происходило изначально все здесь на этом месте в центральном парке нашего города поэтому место для нас является очень памятным очень знаковым это место это непосредственно имеет прямое отношение культурным корням казачества и поэтому мы были бы очень благодарны со стороны администрации города если бы место восточной парке города черкеска было обозначено каким либо памятным знакам шерифат липшокова роберт джигутанов вести карачаева черкесии сегодня в республиканской столице на территории зеленого острова наступила крымская весна праздник устроили студенты там побывал ослан гирюгов и вот его репортаж 7 лет прошло со дня присоединения крыма к российской федерации по всей стране проходили праздничные мероприятия сегодняшним квестом организаторы хотят в игровой форме передать знания о проектном менеджменте а также считают что данная дата не должна ассоциироваться только с присоединением новых территорий она также связана со свободным выбором людей и мы хотим чтобы у ребят была возможность не только вспомнить но и подумать о том а как можно было бы своим социальными инициативами помочь крымчанам и сделать так чтобы жизнь на полуострове стала еще лучше то есть здесь как раз в этой формулировке прячется сама легенда мы хотим чтобы ребята подумали о том что такое социальное проектирование проектный менеджмент и через призму этого квеста могли пройти по основам пазам через призму этого события до начала самого креста студенты разделились на команды организаторы постарались чтобы участники были из разных образовательных учреждений так как это должно повысить их навыки коммуникации после знакомства они начали выполнять задания на разных локациях ребята обсуждали различные проблемы и искали способы их решения были готовы к активным каким-то действием так как это квест от мин турмола и он всегда проходил на высшем уровне к информационным разным заданиям тоже были подготовлены каждое участие в каком-либо мероприятии дает какой-то опыт человеку общение с другими людьми обмен опытом новые знакомства учитывая то что им все понравилось они получили очень много знаний новых полезных навыков я думаю что и сегодняшнее мероприятие также даст им много всего интересного что они в дальнейшем будут использовать в своей профессиональной деятельности в жизни в целом по итогам квеста студенты получили новый интересный опыт ознакомились проектным менеджментом а также поделились мыслями о различных проблемах в будущем эти знания помогут им создание различных проектов которые помогут не только им но и многим людям аслан гирюга фалий бастанов вести карачаева черкесия это все вести на сегодня приятных вам выходных а завтра в субботу в 8 утра встречаемся утра в субботу в карачаева черкесии до встречи